Люблю тебя, Петра Творения! Приветствую, дорогие друзья! Не случайно я начал сегодняшнее видео со строк Александра Сергеевича Пушкина, который он посвятил городу Санкт-Петербург. Ведь именно об этом городе в части мы будем сегодня говорить. Но в конкретике мы будем говорить о водке из этого города, из города Санкт-Петербург. Итак, перед нами две водки из одного города, именуемой Нева. Водка Нева появилась у нас не так давно и представляет собой максимальное олицетворение города в напитке. То есть у нас сегодня в гостях Нева Платину и младший брат, если можно так назвать, Нева. Классик-версия этой водки. Почему Санкт-Петербург? Во-первых, ее разливают в городе Санкт-Петербург на водочном заводе Нева. Во-вторых, все, что можно увидеть на этикетке, на лицевой стороне бутылки, посвященном городу Санкт-Петербург. Во-первых, здесь на медали указан рифлен на год его основания. 1703 год. Далее у нас идет разводные мосты, символ Санкт-Петербурга. Далее у нас идут скрещенные морские якоря, символ царского морского флота, собственно говоря. И Нева в честь главной реки города Санкт-Петербург. Что за водка? Давайте, раз уж начали с платиновой, ее и обозрим первой. Это спирт люкс, мой любимый, между прочим, спирт. Самый вкусный спирт из всех водочных спиртов. Как бы не хвалили Альфу, она безвкусная. Далее идем. Здесь у нас идет вода. Вода очищенная. Дальше мед. И настой кураги. Настой кураги. Я такого в водке еще не видел. Это интересно. Но у нас есть Нева Classic. Чем она отличается, в первую очередь? Во-первых, внешний вид. Совершенно другое обрамление. Другая цветовая гамма. Хотя тот же самый Санкт-Петербург и все остальные регалии на месте. Но цвет такой, знаете, салатовый. Ибо так назвал. По составу есть отличия. Спирт люкс. Тот же самый. Вода очищенная та же самая. Мед тот же самый. Но настой здесь изюма, друзья. Настой изюма, не настой кураги. И органолептически это должно сказаться иначе, нежели платинум. Давайте вот, коль она у меня в руке, с нее пить и начнем. У меня здесь подготовленные рюмочки слегка охлажденные. Давайте-ка откроем. Я перед вами открываю всегда. И, собственно говоря, наливаю тоже у вас на глазах, чтобы вы видели, что я пью то же самое, что лью. Чтобы не было никаких вопросов. Мало ли я налил водку, а выпил воду, например. Ничего такого. Итак, давайте. Внешний вид. Он максимально чистый, прозрачный, водочный. Знаете, такой поверхность водки. Глянцевая, начищенная такая водка плотная. Посмотрите, какие ножки, уверенные ножки стекают по стенкам бокала. А какие коньячные. Очень прикольно, очень интересно. И в аромате совершенно не спиртуозно. Довольно-таки мягко. Отчетливые хлебные ноты, такие, знаете, ржаные. Мне интересно, потому что у меня здесь на закусочку только бородинский хлеб и ничего более. Потому что это, я считаю, на мой взгляд, одна из лучших закусок под водку. Итак. Ржаные нотки. Максимально плотный напиток. Смотрите, как медленно стекает. Это что-то с чем-то. Маслянистая такая водочка. Ржаные нотки, значит, хлебные и сладковатые. Медовые, медовые, медовые. И, возможно, даже где-то такие, знаете, разнотравья. Вот что-то такое освежающее, приятное и, на мой взгляд, вкусное. Ну, давайте пробовать, давайте пробовать. За вас, друзья. Вот Кнева Классик. Первое по счету. Вы знаете, очень не дурно. А. Не спиртуозно. Б. Насыщенно хлебно. И В. Знаете, такая сначала приятная прохлада. А дальше не менее приятная согревающая составляющая. Такая, знаете, очень уместная, я скажу, для водки. Никакой излишней спиртуозности, вот этой вот негативных эмоций. Только приятные эмоции. Настоящая русская водка должна питься именно вот так, как пьется эта Нева. Я вам честно говорю. Мягко, вкусно. И хочется еще. Идеальный состав. Но у нас есть еще платиновая версия, которая должна быть, по идее, круче. Мне не терпится. Мне не терпится попробовать. Давайте. Давайте. Открываем. Наливаем. Все как положено. Наливаем чуть-чуть больше половины, чтобы можно было оценить внешний вид максимально. Буквально, так скажем. Покрутить ее в рюмочке, посмотреть на ножки, в наличии ли они или нет. Максимально чистая водка, прозрачная, как слеза. Знаете, чистая-чистая. Поверхность столь же глянцевая, что и у предыдущего образца. Такая, знаете, отполированная буквально. И посмотрите на эти ножки. Как она стекает по краям рюмки. Это что-то невероятное. Это прям коньячная история. Коньячная висковая история. Но там напитки выдержанные. И это дистиллят. А здесь арктификат и столь плотный напиток. Неплохо. Интересно. Для водки это редкость. Давайте пробовать на аромат. Вот та была водка мягкая. А вот эта, она вообще не спиртуозная. Совершенно. Знаете, если там были отдельные такие водочные моментики, то здесь их, даже их нет. При том, что вот тех моментиков в большинстве водок вы будете только их чувствовать. То есть, один спирт. Спирта не чувствуется практически никакого. Хотя здесь люкс. Мой любимый люкс. И оба напитка 40 градусов крепости, между прочим. Но тем не менее. Ароматика максимально мягкая. Я вот буквально заныриваю в бокал, в рюмку. Мне приятно. Мне приятно. Хлебные ржаные моменты и много-много фруктовых-фруктовых моментов. Как будто бы это какой-то дистиллят, а не ректификат. Возможно, настой кураги сыграл свою роль. Возможно, мед. Но аромат эта водка отличается от предыдущей. И она более фруктовая. Вот так. Ну, давайте, коль мы с ароматом разобрались, давайте пробовать. За вас, друзья. Как обычно, питерская водка, Нева, Платинум. Пробуем. Пробуем. Ну, послушайте. Вот первая водка классик была мягкая. А вот эта, я честно говорю, я мягче водки в жизни в своей не пробовал. При том, что я выпил водки очень много. Очень много и очень разный. За самую разную стоимость. Импортную, не импортную. Там, пожалуйста, французскую, английскую, какую хотите. Вот мягче этой я не пил. При том, что это не заморожено. Она в такой, ну, приятно где-то градусов 15-17 ее температура, не меньше. Но максимально мягкая, максимально такая аутентичная русская водка. Вот максимально русская. Какой должна она быть? Приятные такие ржаные, пшеничные тона, хлебные. Вот то, что должно быть в водке. И легенькая такая фруктовая напыщенность, насыщенность, которая не портит, а только, знаете, сдабривает напиток. И протекает он так хорошо-хорошо-хорошо. И русская душа раскрывается. Идет вот навстречу тебе. И мне кажется, водка должна давать именно такой эффект. Никакого другого эффекта водка давать не должна, друзья. И что, давайте по выводам. Прекрасная водка, аутентичная. Символ Питера по-настоящему. Потому что все регалии и здесь, и здесь на месте. Смотришь на водку и видишь Санкт-Петербург. Чего может быть лучше? Да, пожалуй, ничего. Я думаю, что эту водку нужно привозить из Питера вместо магнитиков. Такой получился обзор. Поэтому, друзья, на подарок прекрасно, на застолье прекрасно, свадьба, торжество, день рождения. Любой праздник она украсит абсолютно. И внешний, и внутренний вы оцените, вам понравится. Поэтому подписывайтесь на канал, ставьте лайки, пишите комментарии. И пока, друзья, пока-пока. Субтитры сделал DimaTorzok